Наша Юмичу объявила голодовку. Миша не жила с нами, она попала к нам уже во взрослом возрасте и ничего не умела. И я даже приучала ее играть мячиками. И наконец-то у нас получилось. На этой неделе я добавляю в друзья всех. Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. У меня очень много разных животных, в том числе в нашей семье очень много собак разных пород. И я постоянно сталкиваюсь с какими-нибудь проблемами у питомцев. Вот, например, наша Юмичу объявила голодовку. Она почему-то стала отказываться от еды. Поэтому сегодня мы вместе с вами будем решать эту проблему. А заодно я покажу, как по-разному кушают мои чихуа-хуа. Расскажу про большое достижение нашей Мишани, кто знает, тот поймет. И кое-что интересненькое еще. Так что оставайся с нами до конца. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. И поехали! Давайте сразу разбираться. Собака может отказываться от еды по нескольким причинам. Либо она заболела, либо ей действительно очень не нравится корм, которым я ее кормлю. Либо же она пытается, например, мной манипулировать, придирается. А это очень распространено у многих песиков. И еще один вариант. Я ее слишком много кормлю, то есть перекармливаю. Она просто не хочет больше есть. Вариант с перееданием у меня лично отпадает. Потому что я даю только корм в нормальном количестве, редко лакомство и больше никаких подкармливаний. Юми точно здорова. Она активная, играет. У нее нет проблем с зубами. Проверить это легко. Я сейчас предложу ей лакомство, и она с удовольствием его съест. Если бы она действительно чем-то заболела или у нее болели зубки, она бы не стала его есть. Если же собака отказывается даже от самой любимой вкусняшки, например, того же сыра, который обожают Эйвен, Софи и Миша, скорее всего она болеет. И нужно обратиться к ветеринару. Юми точно любит наш корм. Если бы он ей не нравился, она бы отказывалась его есть во время дрессировки и игр. Я ведь использую корм вместо лакомства, и она с удовольствием его ест. А если я сейчас спрячу корминку куда-нибудь, она будет искать, доставать и кушать. А значит, он ей нравится. Если собаке реально не нравится корм, она будет голодать очень долго и даже может вообще не прикоснуться к этому корму больше никогда. Но такое бывает очень редко. И чаще всего это связано с воспитанием. И проблема эта называется придирчивость в еде. И прикол в том, что мы с вами сами совершаем такую ошибку. Мы заставляем собаку так себя вести, сами того не понимая. Как это происходит? То есть мы сами создаем такое придирчивое поведение и не понимаем, что наше поведение и есть причина отказа собаки от еды. Когда наша собака отказывается поесть, первое, что мы делаем, мы предлагаем то, что она точно сейчас съест. Что-то очень вкусное. И это действие создает привычку у собаки. Она начинает выборочно ждать, пока ей не дадут то, что она хочет именно сейчас. Ну или же, как вариант, кто-то из домашних или даже вы сами постоянно подкармливаете собаку лакомствами, вкусняшками, кормите ее со стола. И поэтому, когда уже пришло время есть корм, она не будет этого, она будет отказываться. Но это логично. Зачем, когда можно дождаться чего-нибудь повкуснее? В моем случае Юри пытается мной манипулировать. Как это работает? Она отказалась есть. Я начинаю беспокоиться, уговаривать ее покушать, кормлю с рук, сижу рядом, чтобы она ела, не убираю миску с кормом вообще. Вдруг поест когда-нибудь, сую ей корм или миску под нос, пытаюсь обмануть, подложить туда что-то вкусненькое. Но это все неправильно. Именно этим я учу ее мной манипулировать. То есть, этим она как бы говорит, смотри, Ань, я опять не кушаю, посиди со мной, полюлюкой, поусю-сюкой, поуговаривай меня, и может быть тогда я поем. И то вряд ли. Это и есть манипуляция. У чихов это очень распространено, они просто прекрасные манипуляторы. Они могут заставить просто всю семью ходить перед собой на цыпочках. Такая уже это порода. Но и многие другие собаки тоже бывают манипуляторами, и это распространено не только у маленьких пород собак. Так что же делать, если я поняла, что моя собака здорова, она не переедает, и она очень даже любит этот корм, просто она мной манипулирует. Как мне поступать? Итак, что я сделала? Первым делом я стала кормить ее как обычно, как и всех остальных собак, никакого особого внимания. Я не оставляю еду на весь день. Я ставлю миску с едой в привычное место на 5-10 минут. Если она отказалась, вечером я снова поставлю миску на 5-10 минут. И если она не поест, уберу. Я, конечно же, не кричу и не злюсь. Я не ругаюсь и не расстраиваюсь, и не смотрю на нее с тревогой, когда даю ей еду. Ситуация сложная, собака отказывается кушать. И если я начну злиться и переживать, то мои эмоции, конечно же, безусловно, 100% передадутся ей. И поэтому она свяжет вот это вот неприятное и негативное ощущение с едой. И в следующий раз будет еще больше избегать еды. Я не стою над ней и не двигаю миску к ее морде. Не заставляю ее. Я просто ухожу и позволяю ей покушать в спокойной обстановке. Могу наблюдать со стороны, и как только она подойдет к миске и начнет есть, я обязательно похвалю и поглажу ее. Тогда еда будет приятным событием. А когда она отказывается, наоборот, я ничего не делаю и молча убираю миску. И она как бы не получает внимания. И уже на следующий день Юмичу прекрасно кушает свой любимый корм, не пытаясь мной манипулировать. Если же ваша собака продолжит отказываться от еды и сегодня не поест, не спешите, не торопитесь, не беспокойтесь, не впадайте в панику. Собаки-манипуляторы могут голодать достаточно долго. Но в конце концов она проголодается и проиграет. Некоторое время собаки могут обойтись без еды. Да, это не очень хорошо, но это не так уж сильно страшно. Особенно если у собаки нет уж слишком тяжелых физических нагрузок. Поэтому не переживайте. Если вы действительно будете настойчивы, она обязательно начнет есть. Главное не поддаваться на манипуляции. А теперь немного новостей про достижения нашей Миши. Я кое-что покажу. И как раз к теме отказа от еды. Я думаю, уже все наши подписчики знают, что мы едим корм платином. И тут я узнала, что они сделали очень крутую такую штуку. Называется больше, чем пробник. Никто из кормов так не делает. Если вы купили корм, а собака отказывается его есть, или он ей не подошел, то они возвращают деньги. У нас, например, с Мишей корм платином это единственный способ дрессировки. А так все просто. Не понравилось, не подошло, деньги вернули. Для тех, кто не в курсе, Миша не жила с нами. Она попала к нам уже во взрослом возрасте и ничего не умела. И я даже приучала ее играть мячиками. И наконец-то у нас получилось. Она уже на них реагирует. А про больше, чем пробник у платинома, когда вы можете вернуть корм и вам отдадут деньги, если он вам не подошел, я считаю, что это очень круто и справедливо. И другие фирмы так не делают. А мы с моими животными и Мишкой за креативный подход. Поэтому я эту акцию обязательно поддержу. Так что, если вас нет в фейсбуке, еще регистрируйтесь. Или если вы там уже есть, то добавляйтесь в друзья. Потому что на этой неделе я добавляю в друзья всех, кто сделает репост этой акции вместе со мной. Ссылку я оставлю в описании. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!